Добрый день! В рамках циркулярной серии компания Sengso выпустила уже несколько головоломок. Среди них кубики 2х2, 3х3, 4х4. Также есть Magic Tower и Megaminx. У всех есть дополнительно центральные элементы, которые усложняют сборку. Самый простой среди кубиков это 3х3. Даже 2х2 будет сложнее. Этот куб похож на Crazy 3х3 от MF8 и Dayan, но значительно проще и модель пока производится только одна. У Dayan 8 различных версий, здесь есть дополнительные центральные уголки, здесь же только ребра. Циркулярный 3х3 немного сложнее обычного кубика Рубика. Я рекомендую начинать изучение головоломок именно с классической модели, а потом уже переходить к более сложным. Для тех, кто не умеет собирать кубик Рубика или собирает его другим способом, я покажу здесь базовые алгоритмы, которые нам потребуются при сборке. Очень многое будет повторяться. Различия в основном будут в начале и в конце сборки. Обычный кубик Рубика содержит три типа элементов. Это одноцветные центры, двухцветные ребра и трехцветные углы. Центров 6, ребер 12, углов 8. У циркулярной версии все то же самое. 8 углов, 12 ребер, 6 вот таких квадратных центров, но еще дополнительные центральные элементы по 4 каждого цвета. Итого 24 штуки. При вращении граней все центры остаются неподвижными. На обычном кубике центр вращается вместе с гранью, где же остается на месте. Понимая, как это использовать, будет нетрудно расставить все элементы по местам. На первом этапе в кубике Рубика необходимо собрать правильный крест. Обычно начинает с белого, я буду показывать также. Важно, чтобы вокруг белого центра были 4 белых ребра. Расположение углов пока не имеет значения. Также необходимо, чтобы вот эти ребра совпадали с боковыми центрами по цвету. Белый здесь, синий здесь. И так должны совпадать все 4 ребра. На циркулярном 3х3 мы должны получить такую же картину, но собираться будет крест немного сложнее. Также будем начинать с белого цвета. Но первым делом мы должны проверить, чтобы вот эти вот центральные дополнительные элементы совпадали с квадратными элементами по цвету. Оранжевый синий не совпадает, ну так же как синий с красным. Необходимо повернуть, так чтобы синий синим совпадал. И только после этого приступать к сборке креста. Можем собрать крест, но эти элементы будут стоять неправильно. И тогда придется сборку начинать задово. Будьте внимательны. Белый центр пока свободен. Рядом с ним нет никаких ребер. Удобно в первую очередь находить ребра, которые белым цветом направлены вверх. Белый центр мы пока опустим вниз и рассматриваем противоположную грань. Если таких ребер нет, то поднимаем вверх любое, которое нам первое попадется. К примеру, вот бело-красное. Можем сделать такое движение и белый цвет будет направлен вверх. Ребро бело-красное нужно найти красный центр. Вот красный центр. Это ребро должно красным цветом совпадать с этим центром. Но прежде чем мы его сюда пододвинем, надо сделать так, чтобы здесь сверху был белый центральный элемент. Сейчас здесь синий. Вращаем. Появляется белый. Здесь всегда при таком вращении можно достать белый элемент. Он обязательно должен быть. Подводим. Получается белый с белым совпадает. Красный с вот этим красным совпадает. Вот этот элемент пока не важен. И опускаем бело-красное ребро вниз. Смотрим, что получилось. Бело-красное совпадает по цветам со всеми элементами. Таким образом мы сразу ставим ребро на свое место. Продолжаем аналогично. Нет у нас сверху ребра, которые белым цветом направлены вверх. Поднимаем. Вот какое-то бело-зеленое. Оно как раз рядом с зеленым центром. Но здесь нет белого элемента. Значит пока вниз опускать не можем. Отведем в сторону и просто вращаем грань с зеленым центром до тех пор, пока белый центральный элемент не появится. Максимум может потребоваться три поворота на 90 градусов. Пододвигаем сюда бело-зеленое ребро и опускаем его вниз. Получаем бело-зеленое, бело-красное ребро. Здесь уже угол встал на место, но это не обязательно. Смотрим дальше. Наверху опять нет ничего подходящего. Ищем где она есть. Есть вот здесь. Поднимаем белым цветом вверх. Второй цвет оранжевый. Вот он здесь. Вот сюда нужно подогнать белый центральный элемент. Вращаем. Вот он появился. Подворачиваем ребро и опускаем вниз. Все хорошо. Ну и осталось последнее белое ребро. Оно здесь. Первые три мы ставили удобно и без помех. Ну может быть вот такая ситуация и раньше. Для того чтобы поднять вот это бело-синее, мы временно ломаем бело-зеленое, которое же стояло на месте. Но главное слово временно. Мы здесь бело-синее отодвинем в сторону и вернем бело-зеленое обратно. Три ребра на месте. И собираем бело-синее. Синий центр здесь. Вращаем. Появился белый центральный элемент. Подворачиваем ребро и опускаем вниз. Получаем крест. Нам достаточно вот такой картины. Но здесь могут стоять какие-то белые уголки. В любом положении это пока не важно. Главное получить белый крест здесь, чтобы центральные элементы были белые. И чтобы вот эти цвета были одинаковые. Ребро, центр и вот этот маленький центральный элемент. Оранжевые, зеленые, красные. Правильный крест собран. Это не единственный способ сборки креста. В некоторых случаях удобно вот такие элементы, которые белым цветом смотрят вбок, также поставить сразу к своему центру. Для этого располагаем ребро перед собой. Сверху цвет синий. Значит справа нужно поставить синий центр. Если он не такой, можно вот так вот повернуть два нижних слоя, пока справа синий не появится. Далее белый центральный элемент нужно поставить на переднюю грань. Вот так. После чего сделать такие движения. Переднюю грань по часовой. Правую грань на себя. И переднюю грань против часовой. Все становится на место. При желании центр верхнего цвета можно расположить слева и сделать комбинацию зеркально. Перед нами ребро. Подворачиваем сюда белый центральный элемент. Передняя грань против часовой. Левая грань на себя. Передняя грань по часовой. Так же все собирается. После сборки правильного креста необходимо собрать по методу для начинающих углы первого слоя. Можно одновременно собирать первый и второй слой при помощи F2L. Эти этапы в циркулярном и классическом кубике одинаковы. Если вы используете мой метод для начинающих, то проблем с первыми двумя слоями у вас быть не должно. Напомню, как это делается. Мы находим уголок, у которого есть белый цвет на верхней грани. Белый крест снизу. Располагаем его справа, сверху, спереди. Далее смотрим вот на эти цвета. В данном случае зеленый и оранжевый. И располагаем перед собой и справа центры таких же цветов. Причем порядок их не важен. Зеленый, оранжевый. Они могли бы быть наоборот. Далее проверяем еще раз. Цвета совпадают. Делаем комбинацию под названием пиф-паф, которая состоит из четырех ходов. Первый ход. Правая грань от себя. Далее верхняя грань по часовой стрелке. Правая грань на себя. Верхняя грань против часовой стрелки. У нас белый цвет был направлен вправо, поэтому один пиф-паф поставил угловой элемент на место. Если белый цвет направлен вверх, пиф-паф нужно сделать трижды. Опять проверяем. Зеленый, оранжевый. Зеленый, оранжевый. Не важно, что здесь оранжевый, а тут зеленый. Главное, что оранжевый есть тут. На передней и правой гранях. И вот эти цвета должны с ними совпадать. Делаем три пиф-пафа. Первый. Второй. Третий. И элемент стоит на месте. Цвета его совпадают. В случае, если белый цвет направлен на нас, можно сделать пять обычных пиф-пафов, либо один обратный. Для обратного пиф-пафа мы просто начинаем движение с верхней грани. Верхняя грань. По часовой. Правая грань. От себя. Верхняя грань. Против часовой. Правая грань. На себя. И за четыре движения элемент становится на месте. Также можно сделать пять обычных. И эффект будет такой же. В случае, если на верхнем слое нет углов с белым цветом, но нижний слой еще не собран, вероятно, что уголок находится на своем месте, либо на чужом, но неправильно ориентированном. Для того, чтобы уголок отсюда достать, мы также делаем тот же самый пиф-паф. После чего определяем ситуацию и ставим на место. Проверяем цвета. Синий-красный. Синий-красный. Все совпадает. Делаем один пиф-паф. Так как белый цвет был направлен вправо. Количество пиф-паф можно не запоминать, а просто делать до тех пор, пока не соберется. Один, три или пять. Сделаем то же самое на циркулярной версии. Проверяем. У нас собран правильный крест. На противоположной грани ищем угол с белым цветом. Вот он. Располагаем его справа, сверху, спереди. Цвета. Синий-красный. Здесь оранжевый-синий. Вращаем два нижних слоя, пока не станет синий-красный. Белый цвет направлен вправо. Делаем один пиф-паф. Проверяем. Все хорошо. Следующий элемент. Белый-красный-зеленый. Красный-зеленый. Здесь синий-красный. Вращаем. Красный-зеленый. Белый цвет направлен на нас. Делаем один обратный пиф-паф, либо пять обычных. Все совпало. Ищем дальше. Вот у нас бело-синий-оранжевый элемент. Цвета должны быть синий и оранжевый. Но он стоит на своем месте. Вот оранжевый, а вот синий. То, что не совпадают, не важно. Белый цвет направлен вверх. Делаем три пиф-пафа. Один. Второй. Третий. Встал на место. Ну и остается последний четвертый уголок. Перемещаем его к своему месту. Зелено-оранжевый. Зелено-оранжевый. Белый цвет направлен вправо. Дальше делаем один пиф-паф. Первый слой собран. Проверяем, что вот здесь цвета одинаковые. Полоска одноцветная. Для сборки второго условия нам потребуется алгоритм чуть длиннее. Для тех, кто знает язык вращения, в низу экрана будет написана формула. И использовать ее не обязательно. Можно запоминать алгоритмы визуально. Белая грань находится снизу. На противоположной грани ищем ребра, которые не имеют желтого цвета. К примеру, вот это сине-желтое. Желтый цвет имеет. Оно нам не подойдет. Сине-красное без желтого цвета подходит. Ну и зелено-красное тоже подходит. Давайте выберем зелено-красное. Для начала нужно боковой цвет совместить с цветом бокового центра. Красный с красным совпадает. Получается три в ряд. После чего посмотреть на верхний цвет. Он зеленый. И выяснить, где у нас центр такого цвета. Зеленый справа. Вот этот центр и этот цвет совпадают по цветам. Получается, что это ребро нужно поставить вот сюда. Нетрудно в этом убедиться. Вот так оно будет совпадать. Но чтобы не разрушался первый слой, мы используем вот такой вот алгоритм. Сначала отводим ребро влево. Далее поднимаем место, где это ребро должно стоять. Отменяем первый ход. Отменяем второй ход. Получается вот такая вот пара. Белым цветом ее отправляем назад. Поднимаем переднюю грань. Вставляем сюда пару. И опускаем переднюю грань. Ребро стоит на месте. По цветам совпадает. В случае, если мы сделаем все то же самое для сине-красного ребра. Вот здесь цвет совпадает. Но синий цвет должен быть слева. Так как слева синий центр. Мы делаем алгоритм зеркально. Отводим. Поднимаем. Возвращаем. Возвращаем. Получается пара. Белым цветом назад. Поднимаем переднюю грань. С другой стороны. Вставляем пару. Возвращаем. Также ребро на месте. В случае, если на верхней грани нет ребер без желтого цвета. Вот эти три желтых. И вот это тоже с желтым. Но второй слой не собран. Необходимо вот это ребро либо вот это извлечь. Для этого на его место можно поставить любое желтое. К примеру, вот это. Поставим вот сюда. Тем же самым алгоритмом, который переставляет ребро сверху направо. Отводим. Поднимаем. Возвращаем. Возвращаем. Получается не очень красивая пара. Белым цветом назад. Поднимаем. Вставляем. Опускаем. После чего у нас сверху появляется ребро без желтого цвета. Которое тем же способом мы отправляем на второй слой. В данном случае его придется поставить налево. Делаем то же самое на циркулярной версии. Находим сверху не желтое ребро. На вот эти элементы маленькие центральные пока внимания не обращаем. Синий красный располагаем над синим центром. Зеленый центральный элемент смущать нас не должен. Синий с синим совпадает. Красный цвет справа. Значит делаем алгоритм представляющий ребро направо. Отводим. Поднимаем. Возвращаем. Возвращаем. Отводим назад. Поднимаем. Вставляем. Опускаем. Смотрим дальше. Синий и оранжевый. Цвета совпадают. Оранжевый слева. Делаем алгоритм зеркальный. Отводим. Поднимаем. Возвращаем. Возвращаем. Белый цвет. Назад. Поднимаем. Вставляем. Опускаем. Вот уже два элемента стоят на своих местах. Продолжаем. Находим не желтое ребро. Вот зелено-оранжевое. К оранжевому цвету нужно подвести оранжевый центр. Вот так. Зеленый цвет слева. Значит делаем алгоритм налево. Отводим. Поднимаем слева. Возвращаем. Возвращаем. Пару назад. Поднимаем слева. вставляем. Опускаем. Ищем дальше. Вот зелено-красное. Подводим. Зеленый центр. Чтобы цвета совпадали. Красный центр слева. Делаем тот же алгоритм. Отводим. Поднимаем. Возвращаем. Возвращаем. Отводим назад. Поднимаем. Вставляем. Опускаем. первые два слоя собраны. Важно использовать именно те алгоритмы, которые я показал. Другие способы могут перемещать вот эти вот маленькие центральные элементы и сборку придется начинать сначала. К примеру, вот это ребро. Если поставим сюда алгоритм под названием ромашка либо лесенка, посмотрим, что получится. проверяем. Отсюда белый элемент ушел. Здесь появился какой-то желтый. Белый ушел сюда. И все испортилось. Так делать не нужно. В моем методе для начинающих показаны удобные алгоритмы, которые работают на различных модификациях и шейп-модах кубика рубика 3х3. Далее необходимо собрать желтый крест на верхнем слое. Должен он выглядеть вот так, но могут здесь появляться еще желтые элементы, которые пока не важны. Чтобы добиться вот такого положения элементов, мы должны знать решение трех ситуаций. Первая это палка. Если не обращать внимания на угловые элементы, рядом с центром находятся два ребра желтого цвета. Одно слева, одно справа. Горизонтально. Для выполнения алгоритма вот так нужно и держать. В таком положении держать не нужно. Углы пока не смотрим. Горизонтально располагаем палку и делаем следующие движения. Передняя грань по часовой стрелке, после чего пиф-паф и передняя грань против часовой стрелки. Получается тот самый крест. Вторая ситуация это галка. Опять не обращая внимания на углы мы видим, что рядом с желтым центром два желтых ребра. Одно слева, одно сзади. Именно из такого положения слева и сзади желтые ребра мы делаем похожий алгоритм. Поворачиваем передний слой по часовой стрелке, делаем уже два пиф-пафа и возвращаем передний слой на место. Также получаем крест. Вместо двух пиф-пафов можно делать один обратный. И третья ситуация точка. Не обращая внимания на углы мы видим, что центр одинок и желтых ребер рядом с ним нет. Неважно в каком положении держать кубик, главное, чтобы желтый центр был сверху. Делаем сначала комбинацию для палки передней грани пиф-паф передней грани обратно и получается галка. Располагаем ее как нужно вращая верхнюю грань либо перехватывая кубик слева и сзади и делаем комбинацию для галки передней грани два пиф-пафа и возвращаем переднюю грань на место. Это тоже крест. Не важно что вот эти вот желтые элементы здесь находятся. Главное что четыре желтых ребра рядом с центром. На циркулярном кубике у нас палка. Эти два угла можно прикрыть и рядом с центром два желтых ребра. На этом этапе уже желтые центральные элементы дополнительные должны быть все на своих местах. Располагаем палку горизонтально поворачиваем переднюю грань делаем пиф-паф и возвращаем переднюю грань на место. Получается крест. После сборки креста нужно развернуть оставшиеся угловые элементы желтым цветом наверх. Мы видим два уже стоят хорошо два вот этих нужно развернуть. Неправильно ориентированных может быть два три либо четыре угла но принцип действия всегда одинаков. Располагаем желтую грань налево и смотрим на задний левый верхний уголок. Если у него желтый цвет направлен туда куда нужно то есть на желтую грань то с ним ничего не делаем и подворачиваем в следующий. У этого желтого цвета на месте нет. Он располагается сзади. В этом случае делаем два пиф-пафа. Желтый цвет назад делаем два пиф-пафа. Первый второй проверяем желтый цвет на месте правая часть кубика будет перемешиваться но это не важно главное куб не перехватывать. Какие цвета у вас изначально были здесь такие должны оставаться. Вращаем левую грань смотрим опять туда же желтый цвет направлен вверх делаем четыре пиф-пафа. Если назад два если вверх четыре если стоит на месте пропускаем и переворачиваем в следующий делаем четыре пиф-пафа. Один второй третий четвертый так делаем до тех пор пока все желтые элементы не будут правильно повернуты. В конце концов правая часть кубика вернется в свое положение не пугайтесь доведите до конца. сделаем то же самое здесь располагаем желтую грань слева видим сразу здесь желтый уголок нужным цветом направлен вверх значит делаем четыре пиф-пафа первый второй третий четвертый уголок развернулся подворачиваем следующий вращает только левую грань куб не перехватываем здесь желтый цвет на месте пропускаем следующий здесь желтый цвет сзади делаем два пиф-пафа один второй до тех пор пока вся грань не станет желтой но у нас этот момент настал может быть два три либо четыре угла я показал как разворачиваются углы методом для начинающих если вы знаете алгоритмы ойл они здесь также работают их можно использовать далее на кубике рубика нужно расставить по местам ребра и углы сначала ребра а потом углы если использовать метод для начинающих если вы знаете алгоритмы пилл когда можно сделать все за один раз то их использовать нужно с осторожностью так как некоторые из них перемещают дополнительно центральные элементы поэтому показываю по методу для начинающих для начала нужно найти вот эти желтые ребра которые совпадают с центрами красный зеленым не совпадает оранжевый с красным нет синий совпадает зеленый с оранжевым нет надо чтобы совпадало два ребра вращаем верхнюю грань и снова проверяем пока не совпадает вращаем еще раз нет нет совпадает нет ну и вращаем третий раз совпадает совпадает здесь нет здесь нет ребра которые совпадают по цветам с центрами мы располагаем сзади и слева после чего делаем более длинный алгоритм правая грань на себя верхняя грань дважды не важно в какую сторону правая грань от себя верхняя грань опять дважды неважно в какую сторону правая грань на себя передняя грань под часовой Пиф-паф Правая грань на себе Передняя грань против часовой Правая грань дважды И верхнюю доворачиваем против часовой стрелки В итоге все ребра встали по своим местам Все четыре ребра совпадают по цветам с центрами Бывают случаи, когда после сборки желтой грани Не получается найти два ребра, которые совпадают со своими центрами по цветам И находятся рядом, чтобы их расположить сзади и слева Но тогда появятся два ребра правильных напротив В этом случае этот алгоритм придется повторить дважды Либо использовать альтернативный, который называется T-Perm Его я покажу ближе к концу видео За два раза мы сначала переставляем ребра в произвольном положении После чего находим два, располагаем их как нужно Делаем алгоритм еще раз Как только все ребра по местам Мы опрокидываем желтую грань на себя И ищем уголок, который стоит на своем месте Располагаем его слева После чего делаем алгоритм, который переставляет три угла Вот из такого положения Правильный угол сверху, спереди, слева Движения такие Правая грань от себя Верх против часовой Правая грань от себя Низ Поворачиваем дважды Правая грань на себя Верх по часовой Правая грань от себя Низ Опять поворачиваем дважды Неважно в какую сторону И правую грань вращаем два раза Если не собралось, как сейчас То алгоритм повторяем И куб соберется В случае, если изначально нет уголка, который стоит правильно Делаем те же самые движения из того же положения Ну, желтая грань на себя Расположение углов произвольное И такой уголок появится После чего процедуру повторяем До тех пор, пока куб не соберется Максимум три повторения И сборка кубика рубика на этом закончена Сделаем то же самое здесь Синий-красный не совпадает Зеленый совпадает Оранжевый совпадает Если бы не совпадало Мы вращали бы верхнюю грань До тех пор, пока два ребра не совпадут На маленькие центры Внимание не обращаем Располагаем правильные ребра Которые совпадают по цветам Сзади и слева Выполняем алгоритм, переставляющий ребра На себя Вверх два раза От себя Вверх два раза На себя Переднюю грань По часовой Пиф-паф Правая грань на себя Передняя против часовой Правая дважды Вверх против часовой Проверяем Ребра стоят на местах Прокидываем желтую грань на себя Ищем уголок, который стоит на месте Вот такой нашелся Располагаем его слева, спереди, сверху И выполняем алгоритм, который переставляет углы Из метода для начинающих Низ два раза Опять Проверяем Кубик не собрался Значит делаем еще раз Собрались почти все элементы Кроме маленьких центров Очень часто бывает, что на этом этапе и циркулярный кубик тоже собран Но бывает и так, как сейчас Поэтому появляется дополнительный этап сборки А именно нужно переставить вот эти четыре маленьких центра Это равносильно тому, что нужно развернуть верхний центр на 180 градусов Для этого подходят разные алгоритмы Я покажу два способа Способ первый Держим кубик желтой гранью вверх Какой стороной, не важно И делаем такие движения Правая грань От себя Вверх По часовой Правая грань На себя Вверх По часовой Вот эти четыре движения Нужно повторить пять раз Это был первый Второй Третий Четвертый Пятый И все собралось Похоже на пиф-паф Но четвертый ход в другую сторону Для тех, кто знает алгоритм T-Perm Гораздо удобнее будет использовать именно его Хоть ходов и чуть больше Но выполняется зато быстрее Покажу сначала на кубике рубика, как это делается Его также можно использовать для сборки ребер Если два правильных ребра находятся напротив Движения следующие Пиф-паф Правая грань На себя Передняя По часовой Правая Два раза Вверх Против часовой Правая На себя Вверх Против часовой Правая От себя Вверх По часовой Правая На себя Передняя грань Против часовой Стрелки Мы видим, что вот ребро на месте, это на месте, а эти два поменялись местами. Если сделать алгоритм еще раз, то из такого положения все соберется. Но если мы перехватим кубик вот так, то встанут на место только ребра. И вот так можно поступать при сборке ребер на кубике Рубика. На третьем слое. Здесь достаточно повторить Tperm дважды, и эти элементы встанут на свои места. Первое повторение. Второе. И вот кубик собран. Для закрепления я покажу два примера сборки. Один методом для начинающих, как я сейчас объяснял, а другой более продвинутым методом, используя алгоритмы F2L, OLL, если получится PLL, и так будет значительно быстрее. Первый пример методом для начинающих. Ищем белый центр. Вот он. Располагаем его снизу. Проверяем, что боковые центры с этими маленькими элементами по цвету совпадают. У нас нет. Подворачиваем. Теперь совпадает. После чего на противоположной грани находим ребра, которые белым цветом направлены вверх. Вот у нас белый-зеленый. Зеленый центр здесь. Поднимаем белый центральный элемент. Подводим. Белый-зеленое ребро. Отправляем вниз. Проверяем. Все красиво. Продолжаем. Ну вот здесь вот видим белый-оранжевый. Других пока нет. Можем его такими движениями поставить вверх. Но главное не забыть починить зеленое ребро, которое нарушается при этом. Оранжевое должно находиться вот здесь. Ну, белый как раз уже наверху. Подворачиваем. Опускаем. Дальше. Вот бело-синий есть. Здесь пока не собрано, поэтому спокойно можно отправить вот так вот наверх. Здесь на удивление уже сразу белый элемент на месте. Опускаем вниз. Осталось найти красное. Ищем. Оно здесь. Опять. Не разрушая остальные. Пробуем его поднять. Отводим куда-нибудь подальше. Восстанавливаем синие. Восстанавливаем оранжевые ребра. Теперь вот это бело-красное к красному центру. Белый уже здесь. Отправляем вниз. Проверяем. Белый крест собран. Еще у нас один уголок. Сам встал на место. Ищем остальные углы. Они все оказались снизу. Достаем при помощи пиф-пафа. Вот синий-оранжевый. Подгоняем оранжевый-синий. Белый цвет справа. Делаем один пиф-паф. Появился бело-синий. С красным цветом. Здесь белый цвет на нас. Синий-красный. Делаем обратный пиф-паф. Белый, зеленый, оранжевый. Ищем цвета. Белый на нас. Тоже обратный. Что осталось? Первая грань собрана. И это хорошо. Начинаем собирать средний слой. Для этого ищем сверху не желтые. Вот зелено-красное. Вмещаем с центром. Красный слева. Делаем алгоритм налево. Первое ребро готово. Ищем дальше. Вот красно-синее. Располагаем на месте. Синий цвет слева. Делаем такой же алгоритм. Так. Дальше. Не то, не то. Сверху остались только желтые ребра. Но второй слой не собран. Чтобы достать вот это неправильное, мы вот это желтое сюда поставим. Алгоритм направо. Так. Теперь сверху появляется не желтое. Вот оно, зелено-оранжевое. Располагаем над своим центром. Ставим направо, так как оранжевый центр справа. Должно появиться еще одно. Вот оранжево-синее. Ставим сюда. Так. Два слоя готовы. После чего видим здесь палку. Делаем алгоритм. Получается крест. Располагаем желтую грань налево. Смотрим на этот элемент. Здесь желтый смотрит назад, поэтому делаем два пиф-пафа. Так. Все хорошо. Здесь перемешивается. Не пугаемся. Подворачиваем следующий. Желтый вверх. Делаем четыре пиф-пафа. Так. Проверяем. Все собралось. Могло быть три, либо четыре угла. Дальше нужно расставить элементы верхнего слоя по местам. Ищем два ребра, которые стоят на своих местах. Но у нас, на удивление, они все стали там, где надо. Допустим, что это было не так. Вот зеленое совпадает. Эти три нет. Вращаем. Нет. Да. Да. Два совпали. Располагаем сзади слева. Делаем алгоритм для перестановки ребер. На себя. Вверх два раза. От себя. Вверх два раза. На себя. Передняя грань. Пиф-паф. На себя. Передняя. Обратно. Правая дважды. Верхняя. Доворачиваем. Ну и получается ситуация, когда ни один уголок на месте не стоит. Просто держа желтую грань перед собой, делаем алгоритм для перестановки углов. Проверяем. Должен появиться правильный уголок. Он появился. Располагаем слева, сверху, спереди. И повторяем алгоритм. Все собралось, как часто и бывает. Но допустим, что нет. И нам необходимо переставить еще вот эти элементы. Покажу способом, который проще запомнить, если вы не знаете T1. Делаем вот эти четыре движения. Повторяем пять раз. Это два. Это три. Это четыре. Это пять. Все. Циркулярные три на три собраны. Ну и второй пример сборки, где я буду собирать чуть быстрее, используя продвинутые методы. Но начало такое же. Белый центр. Совмещаем вот эти цвета и располагаем белые ребра на свое место. Вот это бело-красный. Можно с этим сразу поставить. Пока здесь ничего не собрано. Дальше. Вот у нас какое-то бело-оранжевое есть. Но над оранжевым центром. Поэтому отводим в сторону. Подогоняем белый элемент. Опускаем вниз. Здесь бело-зеленый. Его удобно будет поставить, наверное, с этой стороны. И вот тут как раз белый элемент. Есть. Тоже три. Что осталось? Ну, синий. Просто поднимем наверх. Отведем в сторону. Подгоним белый. Совместим. И опустим. После чего я буду собирать сразу два слоя. Кто не умеет, смотрите предыдущий пример сборки. Трехходовка. Ставим сразу два элемента на свое место. Центральный. Детальки маленькие. Никуда не денутся. Все будет оставаться на местах. Собираем синий-красный пару. Ставим на место. Дальше здесь синий-оранжевый. Можно ее поставить вот сюда. Опять же, алгоритм из F2L. И что осталось? Осталась вот эта пара. Зеленая-оранжевая. При помощи двух пиф-пафов ставим все на место. Здесь мы видим алгоритм OLL. Это палка с блоком. Решаем. И у нас сразу собирается на желтую грань. Большинство алгоритмов PIVL на циркулярном кубике работает. Но некоторые переставляют центры. Причем не на верхней грани, а разные. Что портит сборку. И вот перед нами как раз один из таких. Здесь нужно переставить только ребра. А все алгоритмы, которые переставляют только ребра, портят центры на остальных гранях. Поэтому их использовать нет смысла. Ну и помимо этих, кое-какие еще также портят. Безопасные это все, которые переставляют только углы. Копье, лямбды, обе, семерка. Эти безопасные. Некоторые другие, там восьмерки, могут переставлять центры. В данном случае нам придется сделать в два этапа. Для этого сначала совместим ребра. Вот тут зеленый. Вот тут синий. Совпали. И я сделаю TPERM для этого случая. Так, что получится. Получится, что все ребра на местах. И обычными APERM мы переставляем. То есть в данном случае по методу для начинающих надо было делать два раза алгоритм. Но можно сделать обратный. И будет Z1. Ну и остается переставить маленькие центральные элементы. Также при помощи двух TPERM я это сделаю. Причем их можно делать без остановки. Один TPERM и сразу второй. Для желания этот кубик можно собирать на скорость. Получается примерно в два раза дольше, чем обычный 3х3. Циркулярный кубик собран. Из-за усложненного строения собирать главунг нужно аккуратно. Но я сделал много сборок и ни разу детальки не вылетели. Если у вас получается такая ситуация, которую я не показал в этом видео. Причем с мелкими деталями. То скорее всего у вас эти детальки механически переставились. Рекомендую их вынуть, поставить как надо. После этого перемешать и пробовать собирать. На модели 3х3 у меня такого не случалось. Но на 2х2 и 4х4 такое вполне возможно. Поэтому будьте внимательны. Тренируйтесь и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.